Редкий законопроект вызывает такое общественное обсуждение, как этот, о статусе педработника. За считанные дни на разных интернет-площадках сотни комментариев о новшествах, которые ждут алтайских учителей. Идея присягать профессии в самом начале ее пути произвела буквально эффект разорвавшейся бомбы. Никогда не повышать волосы на учеников, ибо тогда я понесу данную потерю. Во-первых, я надорву связки, а во-вторых, подорву свой авторитет. Обещание плеститься на блестки ложной славы и фальшивых ценностей всегда оставаться человеком. Автор этой клятвы – один из алтайских учителей. Многие педагоги, узнав о нововведении, начали писать свои версии торжественного обращения. Судя по проекту закона, единого текста и не планируется. Другой вопрос, говорит руководитель Краевого профсоюза педагогов, – сама форма присяги. По мнению Юрия Абдулаева, нельзя законодательно обязывать клятся профессии, достаточно дать обещание. Могут быть затронуты чувства верующих людей, а там Иисус ясно сказал, никогда ничем не клянитесь. Придет к нам верующий человек и скажет, я не клянусь. А закон Алтайского края обязывает его клясться. Поэтому мы предлагаем здесь сохранить суть этого мероприятия. Но это, может быть, торжественно обещаю. Но кроме клятвы, целый ряд вопросов, прописанных в проекте закона. Представители Минобра, профсоюза, парламента, учителя Барнаула и региона его критикуют и вносят предложения. Например, в Крае появится знак отличия «Почетный работник». Его вручат учителям высшей категории со стажем от 15 лет. С цифрой стажа педагоги не согласны. Допустим, человек проработал 14 лет и внес такой вклад, который никому еще не снился. Мы не можем нагреть его этим знаком, потому что у нас ограничения на уровне закона. Вопрос социальных гарантий. В проект они перекочевали из краевого закона о мерах соцподдержки. Это компенсация услуг ЖКХ и отдых в санаториях. По мнению профсоюза, список льгот нужно расширить, как минимум ввести таковые при прохождении аттестации или предоставить возможность проходить стажировку у профессионалов. И хотя на официальном сайте Алтайского края в новостях указано, что в связи с принятием закона дополнительного финансирования не потребуется, я лично это подвергаю сомнению, потому что, естественно, молодых педагогов нужно поддерживать. Им нужно на конкурсной основе предоставлять гранты в форме субсидий из краевого бюджета Алтайского края в целях финансовой поддержки и их затрат, связанных с повышением квалификации. В профсоюзе педагогов в целом считают, что проект легковесный, нужна конкретика и дополнение. И, возможно, самая большая проработка коснется пятой статьи о защите чести и достоинства. Сегодня, после многих лет, когда учителя превращали в обслугу, и помните, даже бывший министр Васильева запрещала произносить слово «образовательные услуги», все-таки образование в законе – это у нас общественно значимое благо, то мы должны понимать, учитель тоже должен быть защищен не только словами, какой хороший учитель, как замечательно, и все мы несем цветы на 1 сентября. Когда в этом году пандемия показала, что две самые главные профессии – это все-таки учитель и врач. По словам экспертов, речь должна идти о реальной защите учителей. Когда директоры комитета не встают на сторону родителей автоматически, а педагог может получить бесплатную юридическую помощь. Через неделю проект рассмотрят в первом чтении, скорее всего, примут, а после начнется основная работа над нашумевшим документом. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.